Я родился в 1954 году в Белоруссии. Учился в среднюю школу, я закончил в Сиргало, поселок такой есть, Кохлаярве. Затем учился в Нарве, потом учился в Минске, Петербурге, Ленинграде. И с 1991 года я работаю в Нарвской художественной школе директором. Живу в Эстонии уже много лет. И вот эта выставка, она не первая в Тарту. Это уже третья выставка будет в Тарту. Два раза я выставлялся, галерея легенд была такая. Образование у меня педагогическое. Учился в Ленинграде, художественно-графический факультет закончил. Дипломная работа была у меня вот здесь за спиной. Это авторский повтор. Оригинала нет. А в 1999 году я почему-то ностальгией решил повторить. Уже больше импровизировал, конечно. Не с натуры писал, а смотрел на репродукцию и импровизировал. Член Союза художников Эстонии 2006 года. Участвовал в выставках различных, групповых Союза живописцев Эстонии. В разных городах Эстонии. Член объединения художников Нарвы Вестервали. Тоже участвовал во многих выставках. Не только в Эстонии, но и в России, в Латвии, в Карелии, в Петербурге, в Соединенных Штатах Америки. Здесь лучшие работы показаны, выставлены. И избранные работы посвящаются 35-летию творческой деятельности. В этом году как раз 35 лет, как у меня была первая выставка. Здесь представлены разные направления, которым я в своем творческом процессе развивал. От реализма до абстрагирования. И лучшие работы, как мне кажется, я сюда привез. Можно было больше привезти, зал маленький. Вот две работы не поместилось. В основном меня в жизни, в творческой жизни интересует все, что происходит со мной, с окружающими меня людьми, и все, что происходит в мире. Это любовь, это материнство, это вечные ценности в жизни, такие, как материнство, родина, пейзаж, который меняется ежедневно. Ко всему подхожу по-разному. Бывает так, что пишешь натуры, копируешь ее, а бывает так, что находишься в мастерской, вспоминаешь какой-то интересный мотив, и интерпретируешь его. Получается так, как получается. Вот зрителю потом судить об этом, как у меня получилось. Иногда, возвращаясь к теме, связанной с Библией, библейские сюжеты, но это не копирование и не иллюстрация, иллюстрация, это и моя интерпретация, так как я это понимаю, так как это связано на сегодняшний день с нашим миром. В абстрагировании я решал задачи в основном ритма, динамики, статики, какого-то гармоничного сочетания цвета и настроения. Но в последнее время я как-то стал подходить к композиции со стороны, наверное, игры. Игра с красками, игра с цветом, игра с техникой, с инструментом. Работаешь, пишешь, не знаешь, что получается. И потом, когда весь холст организован, пойдешь, посмотришь, размышляешь и думаешь, что на этом нужно остановиться. Это уже готовая работа. Так оно и выходит.